Ну что, ребятки, вот она, та самая ZX-10R. 2008-2010, хрен кто отличишь, не поймешь, в принципе. Но это данная модель 2010 года. И что о ней хочется сказать? Ощущения, конечно, другие по сравнению с ZX-9R. Посадка другая. Яйца отбиваются однозначно. Сидушка вроде мягкая, но вот такое вот страдание есть. И ты, что ты можешь сказать? Как тебе удобно после девятки, после... на эту? Нет, она дубовая. Дубовая. Поэтому пришлось сраку мягче сделать, чтобы она не страдала. И проще. Что тут? Все те же самые регулировочки, что внизу, что вверху. Все тут нечего, в принципе, рассказывать. Ускорение бешеное. Тут вот до 6000 он едет как 600, можно сказать. Дальше вот это вот все, что тут происходит, это просто что-то нечто. Надо включить приборочку. И показать функционал. Что у нас тут имеется? Поворотнички, дальний свет. Там все это у нас горит перед тем, как показывает масло. Либо вообще в целом будут показывать масло по приборке. Тут температура, километраж, время. Здесь вот пережимаешь, можешь трековый режим вот этой вот кнопочкой включать. Здесь сбиваешь, круги и прочее. Дальше у нас общий пробег. И от заправки до заправки сколько вам надо. Сбивается все одним нажатием. Что касаемо других настроек, это я уже покажу чуть позже. Как приборочку, как отсечку здесь настраивать. Это нужно зажимать сразу две вот эти вот кнопочки. И можно настроить отсечку. Вот. Ну то есть, чтобы вам мигала именно лампочка, как вам надо. То есть, на каких переключениях. Чтобы вы не сильно обращали внимание на тахометр, там, когда вам нужно. Я там выставил на 12,5, чтобы до красной зоны не доходило и все. И классно. Меня это устраивает. А так никаких тут, что тут. Все тут понятно, доступно. В целом. Что хочется сказать. Все, в принципе, нравится. При покупке поменяли, конечно же, маслофильтр. Естественно, что бы там кто ни говорил. Тормоза у нас здесь уже гидравлические передние идут. Задняя. Вот. И... Пожалуй, все, что тут скажешь. Особо тут ничего, никаких нареканий, я не знаю, не ощутил, не увидел. Каждый мотоцикл настраивается под себя. Ну, сильно жесткий, конечно. В плане езды, в плане посадки надо привыкать. Я, наверное, привык через неделю. Ее спина болела регулярно. Тем более, у нас такие дороги вообще не дороги. Да и для нее страдания тоже были. Как колечко слазило. Ну, что поделаешь. Такая житя. Но по приборочке чуть-чуть попозже запишу, как это все делается. Потому что на русском языке, на украинском языке я не слышал, чтобы кто-то об этом записал. Только один американец записал, как это все делается. В принципе, настройка отсечки как надо. Все. А остальное попозже. Ну, что ж, друзья. Давайте еще раз по приборке. Что мы имеем? Здесь у нас есть датчики. Здесь всего две кнопки. Одна здесь. Другая здесь, которая отвечает за что. Вот. То есть мы видим, здесь у нас сейчас показывает время. Следующим переключением это трековый режим. То, что я говорил, переключается. Второе это общий километраж. От заправки до заправки. И время. Чтобы выставить нам отсечку. То есть в данном случае у меня стоит. Надо сразу две кнопочки зажать. Вот так вот. Их тут одновременно. Вот зажимаем. У нас вот меню. Видите, стрелка поднялась. Вот. Моргающий режим можно поменять, выбрать. Здесь мы будем сейчас классать, как она будет классать. Вот. Я выбираю таким быстрым. Правой кнопочкой мы здесь добавляем, когда у нас будет работать отсечка. То есть я примерно так выберу. Чуть-чуть больше, до красной зоны. Приближенно. И сохраняется. Как это сохранить? Просто провернуть ключ назад. Все. Здесь вы определились с режимом выбора кнопки. Вырубаете. Все. И еще раз нажимаете. И у вас те же самые настройки сохранятся. Как это проверить? Просто опять зажать две кнопки эти. Вот. Стрелочка поднимается. Видите, что все сохранилось. Все. Опять же, кнопочку вы можете выбрать. Она просто будет моргать тускло. Либо же быстрым морганием. Все. Так же и осталось. Взбиваем. Назад. Все, в принципе, работает. Ничего сложного нет. Кому было полезно, я думаю, лайк, репост, комментарий. Уже будет приятно. Ну что, ребятки. Раз уж мы на этой дороге, сделаем замеры 0,100 и 100,200. Правильно? Правильно. Останавливаемся до полной остановки. И сейчас поедем. Готовы? Субтитры сделал DimaTorzok. Два. 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 Не знаю, идеально, не идеально, но сделаем ноль стол. Снова. Ну что ж. Продолжение следует. Продолжение следует. Это уже будет плюс 10 лошадиных сил, то есть 198. А если сделать прямоточный выхлоп, еще плюс 5, там 3-5 примерно так. И мотик летит. А если сделать прошивочку, это еще плюс 10 процентов, то есть плюс еще 18-20 лошадей. И сами считайте, сколько это будет. вот и как заявляют не знаю правда не правда что на коробку это не влияет на ресурс двигателя не влияет и еще и даже экономит топливо то есть насколько правда не знаю тоже как раз думаю сейчас максимально думаю над этим чтобы это сделать вот поэтому круто очень круто как бы ну вообще как по мне вот и в управляемости очень хороший удобный там я здесь нареканий не вижу он очень управляемый очень очень комфортно просто действительно из-за посадки очень похоже на креветочную ямаховскую и из-за этого да как бы есть такое ощущение что нужно привыкать нужно привыкать но как я и говорил привыкаешь быстренько комфортно довольно таки и на да очень классно очень классно никаких нареканий не чувствуешь одно удовольствие единственный минус конечно это дороги у нас здоров мало мало нормальных дорог вообще максимально мало купля пропускаем а так вообще круто ускорение бешеным просто бешеная люди тут первое 162 210 и так далее и так далее он валит вообще очень хорошо валит прям очень бодрый очень бодрый такой специфический мотор мне нравится но привыкать надо но мне нравится но как я говорю я уже ощутил то что я хочу поставить прошивочку прям быстро привык и вот проблема в том что где я живу в любом случае его нужно где-то отправлять это снимать блок употребление и в эти мозги и отправлять куда-то днепр киев не знаю еще не решил куда что но сам факт что придется придется это делать в любом случае шашлычки все все дела люди жарят мясково мы тоже кстати недавно жарили вчера по моему то наедаемся дай боже дай боже о поэтому да как только потеплело нужно выбираться на природку почему нет папа а что это у нас тут за сходняк эндуро движ а а а хорошо а а а а а а а а не снимал бы уже так а как дела на прогулочке да пошуметь разве тем более как раз да да прикольный ну а че не привет привет прикольный привет как раз теплые деньки да можно хоть почувствовать лето да а ты тоже поменял да вроде нет с этой самой да да все пока хватает ну да вот так вот встречаем давай давай ю ю потанцуем чё чё давай танцуй ты ты со мной потому что я тебя люблю и ты мне пачкаешь сиденье непонятно давайте вы как и и и и и и и всю дорогу шел разовошел дляехал разговаривал ну блин ну что за жизнь я не знаю ты ведьма но часто пишется ты знаешь я тебя люблю я не буду вырезать мальчики хай мама слуха и все твои роды и вызываю тебя на дуэль ты ты зашел я за курточку патру какая сиська пишу я за сиську едем короче кататься на сюрпризе на сюрпризе нас позвали вот сейчас заедем сюда все дела интересно даже шлеме даже попробую почему нет если это все дело работает то это будет круто круто весело и интересно да да опа вот так вот так мне нравится Вставай. Я встаю. Девочка моя говорит, я встаю. Моя маленькая такая, моя мышка такая обиделась на меня, что я не для нее стриптиз танцевала. Вот такая моя мышка. Обиделась. Показала ей старое видео, она обиделась, что не для нее. Я тебе станцую. Хочешь, прям сегодня станцую. Так в смысле, я правду говорю? Я тебе так не говорил? Я тебе так не говорил, ты хочешь сказать? Я же говорил. Я тебе говорил? Ну и все. Целуй меня. А циферки идут тут? Видно? Да, можно. Даже забрала. Классно будет. Отлично, отлично. А где мне вставать? Я думал, для баланса. Ну все, полетели. Нормально? Да. Давайте на максимальной мощности. Вот это будет интересно. Хоть бы не рыгнуть. Ой, как оно многообещающе звучит. Хорошее начало. Я помню эти ощущения, когда ты после нее встаешь. Да, да, да. Это просто нечто. О, это нечем. Бля, кстати, да. Так еще не катали, бля. Попросили, бля. Надеюсь, она выдержит хоть нормально. Ну прижимай ноги. Она еще не поднимается, да. Ноги, конечно, так. А не, уже. Не, еще не поднимается. Ага, ага. Ну хорошо. Хорошо, пока голову держу. Пока еще держу. Ой, бля. Что с глаз попало? Ёб твою мать. Не, ну нормально. О. Ой, как хорошо. Ой, пошла. Пошла. Диана, давай к нам. Диана, давай к нам. Ой. Ой-ой-ой. Не, нормально. Она как-то замедляется, когда поднимается. Это что может быть пыль и фонарофил. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, какое сопротивление. Ой, как-то. Все? Опускается? Можно? Нет. Или это максималочка? Сейчас оно только отклац. И так. Хорошо, что деревья хоть есть. Остановят чуть-чуть, бля. Нихера себе. А поднял нормально. Знатно, бля. Да. Мать, ну я что это? Нам бы запрыться. А, да. Ой, как потрясно. Ой. А что это за маленький человечек меня снимает? Да это же Диана. Да это же моя маленькая девочка. Да, Вова. Ой, какая же ты у меня красивая. Ты прощайся. Опа. О. Это опускается уже, видать. Ой, как хорошо. Не, это опускается. Срабатывает. Ой, да. Не, если бы еще чуть-чуть быстрее, я прям. У меня даже в начале прям такое ощущение было, что можно блевануть, что что-то было в начале. Когда зацикливаешься на одной дочке, оно начинает. Да, потом привыкаешь. Но прикольно все равно. Сейчас будет шаг в любом случае такой. У меня ж грудь придавил. Да, надо будет сейчас восстановиться. Прям хорошо. Не, ну охуенно. Да, да, есть, есть ощущение. Вот это там. Что-то не держит, блядь. Смотри, как хорошо регулирует все, чик-чик. Ты пока стоишь, пока не держишься. Нет, да нет, нормально. Надо восстанавливаться вот так вот, в другую сторону. И оно сразу. Не, ну это было потрясно. А хотелось померить, да, че что? Да, я что-то. Ну прикольно, прикольно, спасибо. Еще быстрее было. До утра, через час. Нормально. Прикольно. Я думал, что-то в начале даже было какое-то ощущение, что может быть все это. А так нормально. Надо записать, записать контент. Ты не будешь, а сейчас не будешь? Да, сейчас не будешь. О, вот это прикольно будет. Да, не будешь прямо карлопатый. Да, я просто испытываю ощущение, что мы улетим. Надо вставать напротив. А? Какая херня? Вот это? Да нормально. Я не должен выпасть, по идее. Ой, бля. Уже начало. Я хочу тебе показать, чем я тут занимаюсь на этом карусельчике. Бля, не получается кнопку переключить. Вон, смотри. Какие лица, кто там? Ой, бля, я не могу. Ой, бля, а как теперь отправить? Оп, оп. Ой, бля. Какая красота, вообще. О, да. Не, ну, могло бы быть и быстрее. Вот тогда было бы нормально. Но я думаю, если было бы, бля, если бы было быстро, то точно что-то случилось, бля. Тут такая система старая. Я не знаю, в каком году это все было построено, сделано, но оно еще работает. И еще работает. В божеский вид бы, конечно, привести. И все. И было бы нормально. А так, чё, бля. Все равно прикольно. Эмоции, да, какие-то-то будут. В любом случае. И шо, как ощущения? Пожалуйста. Отлично. Спасибо. Нормальный, хоть, пожалуйста. Да, вообще, да. Как в Америке хотя бы. На парту. Что-то в Афинку. Опять? Он записывает? Да. Пишет? Да. Все, жопа тебе. Уже как он большой. Подожди. Тебе такая срака. А где у тебя? Да подожди. Ай. Дороги отвратительные просто. О, нормальные. Высочек. Не знаю, как он в нем ездит. Он очень большой. Тебя срака. Блядь. Не даруй я пить. Охуйня. Ох. Вези, вези. Такси, такси. Посмотрел. Это был шанс поправить шлем. Но я не поправила. Опа. О. О. Вольтсваген. Идите нахуй. Ярослав Кто-то что, прям ко мне во двор? Какой молодец Просто Какой он молодец Здесь у меня даже капюшон не слетел, а я не быстро езжу Да Все, выключай Я сейчас вам покажу трехдюймовый удар или пятидюймовый Сам Брюс Ли меня учил Смотри, это будет вот так Сейчас люди пройдут В клочья просто Ну что, ребятки, вот как-то так Вот такой у нас получился обзорчик с вами Так вот провели день интересно Я думаю, подписка, лайк, комментарий Если вы не здесь, то вы нигде Люблю тебе Манишь меня, дурманишь Люблю тебе Сердце моё ты ранишь Люблю тебе И ты это знаешь Люблю тебе Опа, сейчас его А-ха-ха-ха-ха-ха А-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ah-ха-ха-ха Больные А-ха-ха-ха-ха